День и глава, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Бешаллах. Парашат Бешаллах рассказывается о выходе из Египта и о великом чуде, которое творил северским народом, а именно раскрытие моря. В дальнейшем тоже продолжает историю войны с Амалеками и вы хотели бы сегодня, с вашей помощью, затронуть чуть-чуть тему раскрытия моря. Сотичь чуть-чуть глубине и посмотреть, может быть, вещи, которые мы можем тоже взять для нашей иммуны, нашей веры и наше ежедневное служение Творца. Мишнав Пиркевод в пятом разделе говорит нам следующую вещь. Десять чудес делал Творец с нашими Бродцами в Египте. И десять на море. Значит, десять чудес было наших Бродцов. Именно и речь идет о евреях. И десять чудес были тоже при раскрытии моря. Следующая вещь, которая говорит Мишна. Десять казни Творец принес над египтянами в Египте. Опять же, как мы повторяем, десять, нужно это заметить. Продолжает Мишна. Десять на море. Значит, все вместе. Дальше Мишна продолжает. Асарнисим. Нисиенот несуалу Тельму. Это Макон. Дальше, в пустыне мы десять раз, скажем так, испытывали Творца. Но мы хотели бы чуть-чуть сконцентрироваться на этой первой части Мишны здесь. Мишна говорит нам то, что произошло. В принципе, четыре разных момента, то, что связано с числом десять. Не заходя, а десять испытаний, которые еврейский народ испытывал Творца в пустыне. А именно, с еврейским народом было десять чудес в Египте. Десять чудес при раскрытии моря. Аналогично, десять наказаний получили египтяне в Египте. Это десять казней, которые мы знаем. И плюс к этому, что десять казней, которые они получили в море. В море. Очень интересно заметить на эти вещи, откуда на самом деле берется этот десять. С чем, в принципе, это все связано. Мы понимаем то, что это не просто так. Итак, если мы пойдем, один Мишна, как бы, до этого. Мишна, как бы, до этого говорит нам. Написано в Мишне, то, что Творец испытывал нашего прадца Авраама Аврааму 10 разными испытаниями. И он выстоял всех этих 10 испытаний. Серьезно, почему? Чтобы показать тебе настолько было величие, настолько была прелесть. Хиба любовь был в Абрамовину. В Абрамовину. Говорит нам Раши на это. То, что все эти 10, 10, 10, 10, 14, 10, то, что мы упомянули. То, что были 10 чудеса, которые выделили наши прадцы в Египте. 10 на море. 10 наказаний египтянинам в Египте. 10 наказаний на море. Говорит нам тут Раши следующее веще. Что книга Тасара написала. Книга Тасара написала. Извините, я перепрыгнул. Перепрыгнул. Окей, вот здесь. Книга Тасара не сильно шли таса Авраама Аврааму и Амад Бекулан. И против того, что Творец дал 10 испытаний Авраама Аврааму. И он выдержал все эти 10 испытаний. И благодаря этих 10 испытаний, которые Творец делал Авраама Аврааму. И Авраама Аврааму выдержал все эти 10 испытаний. Благодаря этих 10 испытаний еврейский народ удостоился. То, что у них было эти 10 чудес в Митсраиме. И он привел 10 наказаний над египтянами. И он делал 10 чудес при раскрытии моря еврейскому народу. И 10 наказаний на египтянам. Значит, мы понимаем, что все то, что мы сейчас будем читать с Божьей помощью в Парашат Бешаллах. Раскрытие моря. Все эти чудеса. И все вещи, которые мы читали, Парашат Вайра, Парашат Бо, 10 казней. Это все было в заслуге Авраама 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 Авраама. Очень сильно интересная вещь, которую раскроют наши мудрецы. В книге Танадебельяу в седьмом перике описывается то, что все эти 10 казней, которые творец сделал над египтянами, Все эти 10 казней, дорогие друзья, они были мера за меру. Мы в прошлом уроке уже сказали, эти 10 казней, так и наши мудрецы, разным образом они объясняют это все. И какие глубокие уроки, которые, в принципе, заключаются во всем это, и все то, что мы должны были научиться, и то, что мы каждый год научиваемся, в принципе, прийти в этих 10 казней, то проявление, которое было там, то, что вся наша вера, и наша основа, все наши мудрецы базируются именно на это. Но кроме этого, эти 10 казней, дорогие друзья, объясняют нам Танадебельяу, то, что они были все мера за меру. Мера за меру. Получается, то, что мы понимаем, 10 казней было в заслуге Авраама Авраама. Но то проявление, так как они проявились на Египет, это было мера за меру за то, что египтяне делали плохие вещи с евреями. Один из примеров мы приведем. То, что египтяне, допустим, они заставляли евреям, евреям, чтобы они ходили и приносили им дикие звери. И чтобы они, эти дикие звери, чтобы они, как бы, воевали, ну, как бы... Заходите и, типа, воюйтесь, типа, с ними. Они хотели таким образом, типа, издеваться, что такое. Да? И что произошло? Творец привозит им этих вещей. И почему это нужно было? Чтобы еврейские мужчины, они находились, на самом деле, в пустынях. И таким образом, у них не было, не было бы, как бы, размножения. Один из вещей, то, что они говорили. Но что? И в заслуге этого, из-за того, что они вели себя таким образом с еврейским народом, тот творец привозит им диких животных мира за мир. И то, что также продолжают Мидраш и Танадебельяу, и рассказывают каждое из этих вещей, почему, в чем было заключено секрет крови, цвардея, всех этих вещей. Допустим, мы привезем лягушки, да, то, что они привозили. В чем была идея? И поэтому, если вы говорите, что они у них, что они говорят, что они у них не вывозили. Идите и приносите нам всякие шкацы и рамасцы, всякие меликопитающие, чтобы мы играли с ними, как мы хотим. Из-за этого Творец привёз им что? Жабы, да? Настолько-настолько, то что они зашли уже настолько много, что они заходили даже в животах у египтянинов, и они говорили, они кричали очень сильно громко. Мудрецы говорят, что наказание было, кроме того, что они были везде и оно было страшно, голос, который они делали во всём Египте, это намного было страшнее, чем факт, что они находились там. И всё это мера за меру, так как они делали с евреями, они говорили, приносите, делайте это, кровь, допустим, примеру, дадим тоже один последний пример к этому. И таким образом, Мудрец положает все здесь этим наказанием. И они увидели евреям, потому что они ходили в Микве, из-за нечистоты, они оконались, у меташмиш митоте им, и бноют Исраэль, то блот, в мине на нейда, в мине ташмиш митта, из-за неды или после семейной связи, они ходили, они оконались в водах, Что они делали, египетянам? Они запрошали евреям заходить внутрь воды, чтобы они не размножались. Из-за этого Творец перевернул все их воды в кровь. Написано, И потом Медраж продолжает, как мы все знаем, дайте нам воду, и они там продавали, и так далее, и так далее, всех этих вещей, которые нам всем известны. Получается, дорогие друзья, мы находим здесь то, что Атханда Беля объясняет, то, что, безусловно, то, что была у нас заслуга Авраама Вину за десять испытаний, которые у нас были, которые выдержал наш Протец Авраама Вину, В заслуги этого пришли все эти десять казней. Но казни, которые пришли, они были намерены мера за меру один в один. За все вещи, которые египтяне делали с еврейским народом, все эти вещи один в один пришли на них. Все пришли на них. Второй момент, который мы тоже находим очень интересно, в другом месте, в Аботе Рабинатан, рассказывается аналогичный момент, аналогичный момент, тоже, который идет, на самом деле, по этой дороге. По этой дороге. Аботе Рабинатан, в 33 разделе, он рассказывает нам следующую вещь. То же самое. Так как раньше нам уже сказал, то же самое здесь. Аботе Рабинатан объясняет нам, что из десять испытаний, которые выдержал Авраама Вину, благодаря этому Творец дает еврейскому народу десять чудес своим детям. Получается, не только даже наказание, а сейчас чудеса, которые мы уже смотрели, как раньше я это уже сказал, это тоже дается нам, как бы, десять чудес из-за Авраама Вину. И тоже самое здесь и наказание, и так далее, и так далее. Теперь. Аботе Рабинатан продолжает и говорит нам, то что все вещи, которые египтяне хотели делать против евреев, когда они были на море, все вещи один в один, опять-таки, мера за меру Творец отдает и наказывает мера за меру египтянам. Невероятно. Невероятно. Один в один. Всех вещей. К примеру, допустим, мы дадим. Египтяне они пришли. Митсраим бау алейам. Пекешет у бехицим. Они пришли стрелами. Что сделал Творец? Лжборху нигила алейхем. Пекешет у бехицим. Творец проявился для них в образе в чем? В образе стрелов. Грубо говоря, эти удары были так, как стрелы для них. Да? Дальше продолжает Митраш. Митсраим бау алейам бехарбот афагзжборху баалахем бехарбот. Дальше идет. Всех этих вещей. Все вещей, так как они приходили. Они хотели именно шитами. Творец делал шит, как бы для еврейского народа. Всех вещей, которые египтяне хотели воевать против евреев, когда было раскрытие моря. Наказание на них было один в один в том форме, так как они хотели пойти против евреев. Один в один Творец наказывает египтянина. Точно так же таким образом. Значит, другими словами, дорогие друзья, мы находим здесь аналогичный момент. То, что Танадабелья нам говорит. То, что десять казней, которые получили египтяны, это точно так же было мера за меру. Точно так же, так как десять наказаний, так как египтяне получают на море. Они хотели определенным образом воевать против евреев. Все образы, все вещи, которые они хотели, все один в один мера за меру прошло, как бы против них. И Танадабелья и Абуды Рабинатан говорит нам одинаковые вещи. Тебе. Мы сказали то, что четыре вещи на самом деле произошло благодаря и за заслуги нашего прадца Абрама в войну. Это что? Наказание египтянина в Египте и на море. И чудеса у евреев в Египте и на море. Теперь. Мой вопрос здесь заключается в том, то, что если мы понимаем, то, что казни всех этих вещей, они ходили по линиям мера за меру. Мера за меру. Значит, тоже чудеса, которые, в принципе, еврейский народ получил и в Египте, когда мы сейчас должны понять, где эти чудеса, где мы видели эти чудеса, ну, еврейский народ. И на море, в котором мы видели эти чудеса, тоже должны были быть, в принципе, мера за меру. Значит, другими словами, обещание, опять-таки хочу повторить эту идею, который, по моему мнению, это есть объяснение во всех этих вещах. Это пшат, о котором мы сейчас сегодня скажем. Это, на самом деле, я долго, как бы, сидел в последнем Песахе, и Творец раскрыл, как бы, вот это понятие, что вообще здесь в этих чудесах происходит. Я надеюсь, что… я не ошибаюсь в этих идеях. И, в принципе, все вещи написаны просто. Если всех вещей соединить вместе, то мы, действительно, получаем вот эту, как бы, следующую идею. Опять-таки, идея, о которой мы же сказали. Обещание Абрама Войну, это еще не дает нам, как бы, понять, как эти вещи выйдут наяву. Как они проявляются, на самом деле, наяву? Так как мы уже видели, мера за миру, так как они хотели нам делать, что-то не так. Значит, у нас есть обещание тоже от Абрама Войну, что десять чудес произойдет с еврейским народом и в море, и в Египте. Но как они должны проявиться? Скорее всего, если мы видим, что Медрешим говорит нам, мера за миру, должно быть мера за миру с евреем. Значит, еврейский народ тоже должен проявить, скажем так, мера за миру, в каком образе престияне должны были проявиться? Это тот вопрос, с которым я столкнулся в прошлый Песах, и постараемся с Божьей помощью объяснить, может быть, ответ, который, я думаю, интересно, что это правильно. Как я уже сказал, все вещи престияне написаны, просто, скорее всего, к этому вопросу это есть, на самом деле, ответ. Где была мера за миру в Египте, и где была мера за миру в раскрытии моря с евреями? Рамбам на этом месте, на этом перговороте говорит нам то, что десять чудес, которые мы говорим, то, что произошло с евреями, это были десять наказаний, которые творец делал с египтянами. И то, что они спаслись от этого, это были, в принципе, их чудеса. Их чудеса. Получается, каждый удар, который был от творца на египтяне, и спасение от них, это и было чудо для евреев. И это было часть того обещания, часть именно заслуги, которое было дано от Афрамовину. Получается, мера за миру творец дает египтянам это наказание, и то, что еврейский народ спасается от этого, что происходит, мера за миру тоже, как бы, еврейский народ спасается от этого. Спасается от этого. В основном, это что? Это удар, как бы, для них. И спасение, мы видим, то, что это есть чудо для еврейского народа. Теперь, каким-то образом это можно объяснить чудеса, которые были в Египте, в Египте с еврейским народом, но как можно объяснить десять чудес, которые было при раскрытии моря, как мы можем всех этих чудес, на самом деле, объяснить? Где было, в принципе, там, мера за миру? Ну, до того, как мы зайдем в объяснение, нужно, на самом деле, понять, что за чудеса были при раскрытии моря. Мы все знаем, это чистый перевод, когда мы читаем в Ваёша, в Ваёша и Азешир, которые мы, предскажите, тоже в Тфилотме это говорим. Чудеса, которые невероятны, это вот Шира, который еврейский народ, на самом деле, пел там. Мы видим, насколько великим чудом, на самом деле, делал с нами Творец. Но если мы заходим в наших мудрецах, и посмотрим в глубине, и тот передач, который у нас есть, от наших мудрецов, что, на самом деле, там происходило, мы находим невероятно большие вещи, которые были там. На этом, я нашёл то, что, на самом деле, есть разные подходы, разные, как бы, даже в мудрецах, по-разному, как бы, они объясняют, но в основном, в принципе, все говорят, в основном, как бы, и делал всё, как бы, всём то же самое, как бы, как эти чудеса, как бы, были, как это проявилось, но в основном, как бы, говорят, как бы, другие, а думают то же самое, в принципе, я бы хотел бы провести тот объяснение, которое даёт нам Рамбам. Рамбам. Как вам перечислить эти десять чудес, которые происходили с еврейским народом, когда они вышли из Египта, у них было раскрытие моря. Рамбам, опять-таки, на этом месте, в Пиркевоте, перечисливает все эти чудеса. Первое чудо. Пройдём сейчас один за другим, и потом с помощью его объясним тоже. Аришон, первый. Хавкат Амай. Первое чудо, которое было там, то, что, вообще, вода раскрылась. Раскрытие моря. Кипшуто. Так как мы уже видим, как написано уже в послуге, Вайбаку Амай. То, что раскрылись воды. Вода раскрылся. Это было первое чудо. Второе чудо, которое было там. Шахар Шаваку, наосе кекува. После того, как было раскрытие моря, дорогие друзья, эти воды, они становились, так как крышей, для еврейского народа. И это не было так, как крыша прямая, а это была такая, своеобразная, как дыра, круглая, которой они могли ходить внутри. Представляем себе, человек заходит внутри. Не просто такая, дыра или какая-то там, стена или что-то. Дыра, которая образовалась, и они могли заходить через эту воду. Воды были направо, налево и сверху. Представляешь, что увидели наши прорецы, что бахшим халат молкену. Умамар Хабакук, это то, что наш пророк Хабакук говорит, накавта бематав, рожь празав. Приводит доказательство от Хабакук. Третье чудо, ше арцо ниткаша веникпаллахим. То, что написано, то, что еврейского народа пол, где они ходили, превратило все в сухой пол. Вода. Представляете себе, воды, они раскрываются. Там должно быть какое-то жиркое что-то. Нет. Была сухая дорога. Ходили по сухой дороге. Верониша, покаркато шум хомар ветит кишар народ. И не было никакой, и какой, как бы, смеси воды и земли, так как мы находим, в принципе, в других, как бы, морях. Не было такого. Все стало сухим. И на сухой поле ходили еврейские, евреи. Это было третье чудо. Четвертое чудо, которое произошло с евреями. Шедархэ митсрай маю бехомер медубак. Четвертое это было в чем? То, что у египтянинов пол не был, на самом деле, таким сухим. Оно все стало, как бы, такой, липким. Бехомер медубак. Да? Не только это оно... Только то, что он был липким, оно прилипался, как клей, как бы, становилось. Этот пол, когда египтяне зашли внутри. Так мы говорим тоже Хабакук. Хомир майм рабим. Это, говорит, четвертое чудо. Хамиши, четвертое... Пятый. Шелик биу литрахим рабим кимиспарашватим. То, что... То, что... Пятый. Это был том, то, что... Разделились воды. Нету то, что они были... Там была только одна дыра, где они все ходили. А для каждой из колен, для 12 колен, дорогие друзья, было отдельное место, где они могли ходить. Друзья, представляете? Каждое колено, 12 колен, они могли ходить своими на дыру, где они могли проходить именно через море. Кен кешет агон альзота цура. Ну, потом приводит. Так как... Как бы по образу, так как... Кешет это... Приходит сейчас голову, может я сейчас вспомню, потому что это значит... Ну, как бы мы уже сказали, это как бы своеобразно, как бы полукруг. Именно где именно они... Радуга. А, радуга. Да, спасибо. Вот как по образу именно радуги. Спасибо. По образу именно радуги, а не именно заходить. Это было именно вот эти, каждые именно 12 дорог, которые могли и временно заходить внутри. Это то, что мы говорим. Идем дальше. Шестое чудо, которое там произошло. Воды, мы думаем, были просто так. Они стали так ледяными, и они были твердыми, как камни. Не вероятно. И это то, что говорится в Песахе, как в Хабакук, шибарта орошей таныним на море. Это то, что ты пламал, говорит, в голове, в голове, их на... в наводах. Но, практически, это не видит речь. Он говорит, что ниткешу о море, от шешаву пеинян шеишбор орошим 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 Что хочется сказать Хабаку, что стенки, они стали такими твердыми, от шешаву пеинян шеишбор орошим 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 настолько, что можно было даже голову поломать с этим. Можно себе представить. Швии. Седьмой. Не то, что речь идет о египтяниях, а именно только аллегории, то, что было настолько сильно, что голову как можно было поломать. Да? Нужно понять. Седьмой. Шолоникфеу кикфят шарамайм ханикфаим росоломар хатихаахат. И не было то, что, так как в других водах, когда мы хотим заморозить какие-то воды, то, что они все становятся как одна большая, как бы большая, как бы большой лед, кусок льда. Эти воды, дорогие друзья, они становились как кусками, 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 как будто они были отдельные камушки. Они превращались как отдельные камушки замороженной именно водой. Веседруксатамалксат, вы-вы, они были именно друг с другом, на поставлении. Восьмой. Шолоникфа кисхухит. что тем, что они стали ледяными, и они были так, как камушки маленькие, они были так, как стекло. Ох, кишоам, Русалома, бахир. Что это значит? То, что они могли насквозь именно посмотреть. А чайру кцатам, а кцатам, беврамбам. То, что они могли на друг с другом посмотреть. Они были насквозь, можно было посмотреть. Да? Вегуамры тоже говорится хешкат майм, а веши хаким. Русалома, ше кибуца майм, гая, ке эцем, хаша майм, ле тугар, веши гу бахир. Оно было такое же явное, так как на небеса. Было явное, которое можно было посмотреть насквозь. Невероятно, у меня такие чудеса, дорогие друзья. Девятый. ше гаю нозлим и мену ма им метуким. Не просто то, что были как ледяные и все эти чудеса, которые мы сказали. Они, от них еще выходило воды, которые были сладкие. Вегу шотима там, и они пили от этих вод. Десятый. ше гаю никфим бе эт ше гаю нозлим. То, что тогда, когда они, 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 они сразу же превращались в лед, к ше гаю нозлим. Ше гаю никфим бе эт ше гаю нозлим. Ахар ше лакху ме эм, ма шешату. После того, как евреяне брали, выпить то, что они хотели, эти воды остальные, они, сразу же превращались, апец габе в лед. Это то, что мы говорим апец и бешмот, ни цьму кемо нет нозлим. То, что мы говорим, а товар нозел, а я никфа бе леваян. То, что все вещи, которые были, как бы, жидкими, они сразу же превращались, в лед, после того, как евреи, они пыли оттуда. Невероятно, дорогие друзья, невероятно. Такой хесед, и такой любовь, Творец проявил к нам, так и чудеса, показал нам Творец наш. Кроме великих вещей, которые мы уже, как раз уже упомянули, то, что раскрыло со мной все небесводы, то, что Творец раскрыл нам, показал нам, кто и как, кто управляет, на самом деле, всем этим миром. И настолько, настолько, то, что даже, даже младенец в утробе, как бы, матери, да, Трабини, говорит, больше видел, чем Хискель, Бембузы, больше, чем Рокки Хискель в своем видении, когда он видит все управления Творца, так он управляет эти миры, и мир ангелов, и так далее, и так далее. Младенец в утробе матери, он больше видел, чем это. Невероятно, большие вещи, о которых много, можно на самом деле поговорить, но, чисто Лейдхазека, тех вещей, которые посмотреть, какие вещи, на самом деле, наши братья именно видели, нашими глазами. Теперь, эти десять чудес, так как Рамбом, по очередности, он все, все, все привез, как я уже сказал, в других мудрецов, есть пару, на самом деле, изменения, в изменениях, приводится, на самом деле, эти десять, именно, чудес, но, в основном, как я уже сказал, все, в принципе, входит, как бы, все, в один. Теперь, в чем был, возвратиться в нашем, на вопросе, в чем был, на самом деле, наш вопрос, наш вопрос заключался, в том, что, еврейский народ, эти чудеса, которые они получают, мы видим эти великими, невероятно большие вещи, скрытие моря, земля становится сухим, евреи, они пьют именно, сладкие воды оттуда, все превращается в лед, и, и не просто в лед, каждый получает, свое именно место, двенадцать именно колен, и так далее, и так далее, всех этих гигантских, гигантских вещей, как мы уже сказали, всех этих проявлений, которые было обещание от Аврама Вину, это было в заслуге Аврама Вину, но, в форме-то, как они появились, мы уже сказали, в наказаниях, по крайней мере, то, что мы смотрели, это было, все было мера за меру, так, была ли, может быть, какой-то мера за меру, который еврейский народ, получал, именно таким образом, эти десять чудес? 50 тысяч мая, мне кажется, ответ мы можем найти, опять-таки, в продолжение, а вот и Рабината. в том месте, где мы провели, в 33-м разделе, и там, говорит нам, о воде Рабината, то, что, в тот момент, когда еврейский народ стояли, перед морем, сказал им, Моше Рабину, Амар лаге Моше, кому Авру? Идите, встаньте, и ходите, заходите внутри, все открыто, заходите. Амру лага сказали еврейский народ, Моше Рабину, «Лонавор, адшанира, хаям, никваим, адшанира, хаям, никавим, никавим». Сказали еврейский народ, мы не зайдем в море, до того момента, как мы не увидим, то, что море, они так, в дыры-дыры, у каждого света. что делал Моше Рабину, взял свой посох, и ударил на море, и они превратились в дыры-дыры. «Никвам, и мать его, рош-парзав». Сказали, Амур лага Моше, Моше Рабину сказал, «Захатите, захатите уже». Амур лага, «Моше Рабину делает это». Говорит Моше Рабину, и вот таким образом, они продолжают, дорогие друзья, «Моше Рабину, заходи, мы не зайдем, пока ты это не будешь сделать нам». И Моше Рабину делает это. Мы не зайдем, пока ты это не делаешь, Мошабин ударяет опять, происходят эти чудеса, Мошабин говорит, заходите, говорит, нет, до того, как ты нас не сделаешь, это то, что все будет, всех этих чудес, а вот Рабина там перечисливает, всех вещей, которые говорили, мы не заходим, открыто море, все открыто, можно заходить, нет, нет, все эти вещи, пока, говорят, они не говорят, один за другими, перурим, перурим, пока они не заходят, они станут именно камушками, пока они будут эти, пока они будут у каждого в своем месте, все вещи, которые, дорогие друзья, они говорят, таким образом, Мошабин, происходит такое чудо, стоишь перед морем, что те бары, как говорится, заходи уже, что ты хочешь, чтобы 10 чудес, 10 вещей, которые, нет, мы не зайдем пока это, мы не зайдем пока это, альмаза вермаза, мы все видим в Торе, то, что было раскрытие моря, зашел меня, то, как мы знаем, мудрецы говорят, зашел туда-сюда, и еврейский народ заходит, и все, но тут, оказывается, это не была простота, еврейский народ стоит перед морем, и они не заходят, они просто не заходят, пока они говорят, мы не зайдем, пока всех этих мужчин со мной произойдет, и Мошабин ударает, и происходит, действительно, как это объяснить? Как это объяснить? На самом деле, один из комбинаторов на этом, на этом, вот Рабинатан, его зовут Биняне Ушуа, Биняне Ушуа говорит нам, то, что наши мудрецы, наши прадцы, на самом деле, они знали про это обещание, которое было у Аврама Вину, так написано, в принципе, в Митраше, то, что Творец показал Аврама Вину про раскрытие моря, и все эти вещи, которые Аврама Вину делал с Ицхака, Вайбака, то, что они, когда был Акадат Ицхак и так далее, многие-многие вещи именно связаны с Вайбака, Аце Ола, то, что поломались, Аце Ола и так далее, все эти вещи очень сильно связаны с расходом, при раскрытии как бы море. Многие вещи говорят, Ашем говорит, ты сделал этот, я буду делать, делать твоим детям это, ты сделал этот, я буду делать этот, все чрезмерно связано, особенно, что Ашем тоже показал Аврама Вину раскрытие на море. Говорит нам тут Биняне Ушуа, то, что, так как говорится в Митрашах, в принципе, наши прадцы, они знали, то, что была передача от Аврама Вину, то, что у них произойдет 10 чудо, у них будет раскрытие моря, у них будет раскрытие моря. Теперь, мы понимаем, то, что, получается, еврейский народ стоят перед раскрытием моря, и раскрывается, действительно, море. Но они говорят, нет. Мы не зайдем. Мы не зайдем, пока не будет всех этих вещей, пока не будет этих упоминаний один за другим. Мы не зайдем еще и не зайдем. В чем объяснение? В чем объяснение всех этих вещей? Смотрите, дорогие друзья, что мы находим невероятную вещь при этом раскрытии. Хочу вам прочитать Шмот Раба, где, может быть, мы найдем через это ответ на наши вопросы. Это противо, Раши противо тоже приводит это на этом месте в Парашид Бешалах, где Творец говорит Моше Рабейну, «Поговори с еврейским народом и пусть они идут. Говорит нам Митраш, Реби Омер, говорит нам Раби, «Амара Кадош Барху» сказал Творец, «Кедай хи ха амана ша аминуби, Исраэль, достойны они, еврейский народ, за веру, которой они доверились мне, чтобы я раскрыл для них море». «Кедай хи амана ша аминуби, достойны они, чтобы за веру, которой они доверились мне, чтобы я раскрыл для них море». «Какое доверие! Что они не сказали Моше Рабейну, «Нахсор ла хорону, давайте вернемся обратно, чтобы не поломать сердце наших детей». «И женщин, которые с нами». «И они не доверились Моше, и они пошли за ними». Значит, Творец говорит нам здесь, что они достойны ради чего? «Ради того, что они дали мне доверие, ради веры, которой они доверились мне, ради этого я буду раскрывать им море». Извини, извини, я не понимаю. Так что сказали? Аврамовину было обещание. Аврамовину было обещание, нет? Аврамовину было сказано, десять, десять испытаний, которые ты сделал, десять чудес, десять всех этих вещей, то, что именно произошло. Но, дорогие друзья, мы видим. И тут раньше, на самом деле, добавлять еще одно слово. На этом Митреша он приводит, это Митреша нам приводит. Он говорит то, что «Кедай сход авотехем, ве айму наше аминоби». Говорит нам раньше тоже, вера, которую они дают, то, что у них было, и мы уже опомнили, какая вера, и заслуга праотцов. Значит, заслуги праотцов и веры, которая у них есть, они достойны, чтобы я делал раскрытие моря. Значит, только вера, извините, только заслуги праотцов, мы видим, что недостаточно. Стоят они перед морем. Говорит Машир Абин, Машир Абин, Машир Абин, он молится. Товерцы говорят, почему ты молишься мне? Скажи, чтобы они пошли. И мы уже два года назад дали Архаима Кадоша, объясняли Архаима Кадоша на это чудесным образом, как это все объясняет. Но мы видим, что Рашему Фураж пишет, что недостаточно схутовод. Значит, и схутовод, заслуги праотцов, в этом случае схутов Рама Вину. И, конечно же, мы уже сказали, Яков Вину и Дмитрия, который говорит, но еще эмуна вера, которая у них есть. Эмуна вера, которая у них есть. За это у них есть заслуга. Наставание этого, дорогие друзья, мы можем понять, почему еврейский народ, стоя перед морем, что они говорят? Мы не зайдем до того, как ты не будешь эти вещи делать. Мы не зайдем до того, как ты не будешь делать все эти чудеса. И это, и это, и это, и это. О-о-о, сейчас мы зайдем. Мы спросили вопрос, почему это ты делаешь? Почему мы делаем это? Видишь, еврейский народ стоит. Иди уже, дорогой, почему ты не идешь? Не-не-не. По той же схеме, дорогие друзья, так как мы же до этого объяснили. Десять чудеса, десять казней, которые были на Египет, и в Митрайме, и на море. Форма, так как оно должно было бы проявиться, это было мера за меру. Так как египтяне были с нами, с еврейским народом, в Египте. Так как сказал, вот Дерабин Атан, извините, Терн Дебельяву. И тогда вот Дерабин Атан сказал, в море мера за меру один в один получают. Значит, десять, так как обещание было Аврама в Вину, десять они получают десять. В каком форме они получают, зависит от мера за меру то, что они... Как это будет проявиться? Проявление было именно через таким образом. Проявление, дорогие друзья, раскрытие моря десять чудес, тоже было мера за меру. Мера за меру чего? Мера за меру веры, которая была у еврейского народа. Еврейский народ стоит перед морем и говорит, может вы не идите? Говорит, не, 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 не. У нас есть обещание от Аврама в Вину. И мы верим в чем? То, что проявление Творца будет в этих десять имена обещания, которые сказал Аврама в Вину. Мы доверяем и даем наше доверие о том, что будет еще вещи, только раскрытие моря нет. И Моши Рабину ничего не говорит. Заметим? Жилгры говорят, идите, нет, еще, Моши Рабину ударяет, еще, ударяет, еще, ударяет. Потому что еврейский народ, они должны были проявить их неверую и доверие Творца. То, что да, Творец проявит все эти десять обещаний, то, что он делал про Мавину. Из-за этого они говорят, мы не зайдем до того, как Моши Рабину, ты не раскроешь еще один уровень, еще один уровень, еще одно чудо должно выйти, еще одно чудо выйти. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Откуда ты так уверен? У тебя все есть, что тебе недостаточно, что у тебя есть море раскрывается перед тобой, миллионами людей могут зайти. Не только потому, что должны быть еще камушки, еще должно быть пол такой. Да, 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 да. Это должно быть. Но когда это вышло? Только после того, как еврейский народ показал с их стороны доверие Творца. Что мы верим в словах, верим в твоих словах, Творец. Ты сказал десять, будет десять. А, где ты это показываешь мне? Ты показываешь мне в чем то, что ты пошел за мной, ничего не сказал? Ах, вы достойны к этому. Ты стоишь перед морем, как эти чудеса происходили? Мы думаем просто так. Говорят, не, 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 не. Что активировало этих десять чудес, дорогие друзья? Вера, которой они верили в это. У них было знание. Они говорили, а чем ты будешь делать? Еще одно чудо, да, в чем проблема? Ты будешь делать камушки? Ты превратишь это? Ты говорили, все будет. Всех этих гигантских вещей? Да. Значит, другими словами, эти две вещи, две проявления, которые мы видим здесь именно при раскрытии моря. И это объяснение мира за меру в раскрытии моря. Мира за меру в раскрытии моря было в этом. Мира за что? Мира за веру. Каждое их доверие, каждый их иммунай битахон и уверенность, то, что они давали Творцу, то, что Творец, мы верим, что ты сможешь, что ты будешь этих вещей. Твое обещание проявиться в этом мире. А, ты веришь? Этим ты активируешь. То, что таким образом, так как они, эгиптяне, делали плохие вещи, а вы делаете таким образом, мира за меру. Кров не хотите? Будет кровь. Это все один в один. А в плюсе, где мы сейчас пришли, где, когда мы хотим здесь чудеса при раскрытии моря, наша вера, которую мы дали, и наша вера, которую мы верили, это то, что активировало абсолютно все. Невероятно большим именно понятием, дорогие друзья, во всем выходе из Египта это лойман кисупар. Лойман кисупар. В принципе, это и дело уже, мы уже сказали только там назад, от имени у Рахаима Кадоша, то, что у них не было никакой заслуги. Ангел приходит египтянам и говорит, Творец, ты хочешь их спасать? И они что, лучше, чем египтяны? Они идолоплаконники? Они идолоплаконники. Так Творец, Творец, иди, иди. Почему иди? Ничего сейчас не поможет, ни молитва, и ничего не поможет. Единственная вещь, которая поможет сейчас довериться мне, если вы доверитесь мне, я буду все делать. Потому что это стоит настолько высоко, что даже простое правление Творца, мера за меру, или, извините, заслуга и наказание, и тем правом, на котором Творец управляет этот мир. В основном, это что? Это заслуга и наказание? Нет у вас скует, нет никакой заслуги, чтобы выйти? Нет. Мне нужна вера. Вера – это вещь, которая настолько сильна. Где это заслуга? Ты не можешь выйти? Он прав. Они автозарники. Я автозарники. Но что? Вера. Вера – такая большая сила, дорогие друзья, что может дойти пройти насквозь всего, насквозь всего-всего. И этим, дорогие друзья, можем понять тоже те слова, о которых говорят наши мудрецы, то, что тяжело для Творца парноса человека и щитухи найти для человека вторую половину, так как раскрытие моря. Разве что для Творца было тяжело раскрытие моря? Разве Творца тяжело давать парносу человеку? Разве что тяжело давать щитух человеку? Что-то тяжело для Творца. Весь мир, дорогие друзья, соло лжем… Что для него тяжело? Что для Творца, дорогие друзья, тяжело? Все понимаем то, что ПВД – что-то не тяжело. Но что? Тяжело в плане того, что… Как при выходе из Египта мы должны были давать наше доверие, наша вера в том, что ты, Творец, сможешь все. Ты все абсолютно можешь. Нет ничего, которое ты не можешь. И раскрытие моря – да. И двенадцать – это да. И камушками превратиться… Да все можешь абсолютно. Давать доверие Творцу. Пасух, дорогие друзья, говорит в Тайлиме. Ашлех Аллашем Яавха. Поставь, перекинь на Творца. И Он тебе дас. И Он тебе дас хлеб. Ашлех – возьми, переставь на Него. Проблемой? С парносой? Или с Шидухом? Ты всегда дай доверие Ему. Дай доверие Творцу, что творится. Я ничего не могу. Но ты, я знаю. Все абсолютно можешь. Я в твоих руках. Я в твоих руках. Я в твоих руках. Что я должен делать? Старания? Я делал старания. От меня что-то зависит. От этого что-то выйдет. Я абсолютно ни при чем. Ни в какую. Ни в какую. Я делаю то, что от меня зависит. Но еще в чем я верю? Ашлех Анашем. Бери все свои проблемы. Бери все свои вещи. Переживай. Что бы ни было. На Ашем. На это говорится то, что в чем тяжело. Ищи духами парноса. Наверное, этих двух вещах, где мы думаем, что мы как-то можем какие-то вещи менять или что-то такое. Или нам очень тяжело довериться и понять то, что да, может вещи произойти, которые мы даже не можем себе представить. Вещи, которые мне, может даже во сне даже нам не приснятся такие вещи. Но Творец, разве что есть у него какую-то вещь, которую он не в состоянии делать. Разве что есть такую вещь. На это говорит Творец. Доверься мне. Именно в этих духов вещах, где человеку очень сильно тяжело. Очень сильно тяжело. Я хочу закончить историю, которую, мне кажется, я уже говорил здесь. И сегодня тоже моим ученикам рассказал. Посмотрите, настолько это невероятно, 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 дорогие друзья. Человек думает, живет иногда в каком-то месте, где... Думает, где как-то может быть какой шидух, какой там вторая половина еврейская жена. Как, как можно найти да все. Но иногда ты видишь таких вещей, такие чудеса. То, что Творец просто переворачивает все. Разве того, что даст человеку свою вторую половину. В тот момент, когда человек доверяет Творца. Две истории. Две истории, дорогие друзья. Вот именно как, в буквальном смысле, показывается. Как я сегодня объяснял моим ученикам. То, что посмотрите, настолько большой параллель можно посмотреть. У нас было во время Хануки. Недавно у нас был праздник Ханука. И там были Митьявни. Люди, которые становились так, как греки. Им нравилась их культура, спорт и так далее. Всех этих вещей они становились так, как они. Но давайте посмотрим. Сегодняшний день мы евреи, которые есть. Кто мы из Митьявни? Или от тех людей, которые боролись за Творца. Которые отдавали свою жизнь, были готовы отдавать. Ради того, что соблюдать обрезание, еврейство, шаббат. И остаться евреями. И все понимаем. Мы, наши праотцы, были те, которые отдавали все. Ради того, что остались евреями. И где Митьявни? Кто они? Они становились уже все. Никто их знает. Ну, такой же вещь, дорогие друзья. В каждом поколении. Человек может прийти в Германии. И человек находится где-то. Только я могу часть всего этого общества. Я могу часть. Я намного легче. Но что? Человек может быть сильным. И знать то, что творец с ним. Никогда, ни в коем случае, не дай Бог мне отчаиваться. И знать то, что творец абсолютно все может. Для человека давать. Давать. И мамаш. Реальная история, которую я знаю. Две семьи. Параллель. Просто посмотрим. Настолько это наяву. Это все видно. У меня знакомый, которые приехали в Германию. Его семья. И сказал бы, что они не традиционные. Ничего. Ну, как бы. Знаю, что они евреи. И, скорее всего, в их семье было важно, чтобы дети они жили на еврейских девочек. Ну, что? Папа сказал. Дети. Куда? Здесь нет именно еврейских девочек. Куда-сюда. Куда-куда? К чему? Знакомые. Все говорили им. То, что постарайся максимально отвези. Может быть, в Грузию. Куда-то. Где твои. Там есть, может, какие-то шансы. Какие-то варианты. Что-то возможно найти. Как бы. Девочку для вашего сына. Они говорят. Нет. Нету. Мы уже это. Мы уже чали. Нету никого. Возьмем кого? Возьмем. Девочку, правда. Еврейку. Еврейку. Тоже семья, как бы, из Грузии. И так далее. Живет, как бы, в Германии. Да. И они взяли, как бы, еврейскую, нееврейскую, как бы, грузинку. Привезли девушку из Грузии. Казалось бы, что. Значит, нету, действительно. Куда? Где ты, что ты найдешь? Кто пойдет за тобой, говорю, в Германию? Кто захочет здесь прийти, здесь жить? И так далее. Окей, будем так. Все, все нормальные. Все, все. Спокойный человек живет. Если, наверное, то, что, когда у них родилось, потом, внук, как бы, сын этого парня, то они позвонили и спросили, можем ли делать брить милу? Какое? Брать милу, да? Все-таки еврейство что-то проявилось, что, да, вот, что-то не то. Мы хотим что-то делать с евристом. И думаем, что Творец не с нами. В Германии Творец, он не, не дай Бог, хасвишалом. Дорогие друзья, я вам приведу пример. Я уже эту историю мне каждый раз сказал. Эта история настолько сильная, настолько, мамаш, мецамрер. Парень, который был уже не в молодом возрасте. 35. 35 лет, дорогие друзья. Закончил университет. Все, отлично. Мама переживала, все, папа, все переживали, что он женился, женился, женился и так далее. И семья, не было никого-то в мыслях того, что жениться на Ефрейке, это не было даже такого. Мама один раз, один из них говорит, сынок, собираемся, мы езжаем в Грузию. Мы езжаем в Грузию. Мама, куда? Какая Грузия? Где это? Езжаем в Грузию, мы идем женить тебя. Нету девочек, хотя бы позвони, Шиду, что-то, как-то. Приди на кандалет, просто так приезжаешь, чтоб жениться. Мы едем жениться. Мама сказала еврейской маме, что можно делать? Собираем манатки, уезжаем. Когда они в самолете, говорит сын своей маме, говорит, мама, куда? Куда мы едем? Куда мы едем? Я только закончил университет, работы хотя бы что-то найди. Как-то что-то, что-то чуть-чуть надо. Куда? Кто придет уже за мной? Оставь, куда? Сынок говорит, смотри, я уже взял даже кольцо для помолки. И ты говоришь мне, говорит, куда мы едем? Смотри, говорит, что я держу. У меня в руках тейлим. Он так и сказал, говорит, я возле Ашема, мы очень близко к Шамай, сейчас близко к Ашему. Я тейлим держу, сынок. Я буду молиться, Ашем будет с тобой? Ашем будет с тобой. Говорит женщина, я была уверена, уверена, что все будет идеально, все будет гладко. Ашем с тобой? 35 лет, куда? Что у тебя там, какие-то здания, миллионер, миллиардер, или Рос-Ройсом ты едешь, богатство есть, имя. Что? За что? Ашем есть. Ашем есть с тобой. Ашем есть с тобой. Дорогие друзья, приезжает сын своей мамы в Грузию. Звонки туда-сюда, позвонили, поспрашивали друг к другу, так-так-так-так. Встали, да, есть одна девушка, которая, кажется, что она подойдет. Встретились с девочкой. Вышел Ашем Дух. Подравились друг к другу. Этим же разом помолились. Слава Богу, они построили кошерную еврейскую семью. С детьми. Еврейскими детьми. Где? Ценится еврейской ценности. Дети евреи. Жена еврейка. Еврея. Даже в этом непонятном, в этом, который до сих пор, как бы люди... Как? Айяда жем дикца. Айяда есть вещь, которую творить не может. Но что? Так как в раскрытии моря один в один, дорогие друзья, мы видим аналогично. Там минопи. Доверься просто мне. Дай мне доверие. Дай мне доверие, что я могу все делать. Эта женщина стоит и говорит, я не знаю, что будет. Но я знаю, что он со мной. Еврейский народ стоит возле моря. Говорит, мы не знаем, что будет. Но мы знаем, что он будет делать. Он будет верить, что Ашем делает тебе сейчас кубики на этих стенках. Мы не поедем в Аширабейну. Мы верим в то, что Ашем сказал Абрам Абейну. И это будет. И это действительно они не зашли, как мы уже сказали. Пока они дали полное имуна, доверие. Это доверие, это вера, это имуна, которую они дали. Это то, что раскрыло все эти гигантские вещи, дорогие друзья. По моему мнению. Дай Бог, что мы все усиливали всегда в вере, в уповании Творца. И чтобы раскрыл Творец. Творец всем нуждающийся в своих. Осаро Тотов. Парнасу дал всем. Все эти, которые нуждаются в ши-духах, то, чтобы Творец посылал. Всем хорошие ши-духи Амакен и Расон. Те, которые нуждаются в детях, то, чтобы Творец дал. Дети всем. И всех, чтобы было еврейское счастье. И эмуна, эмуна, дорогие друзья, чтобы никогда не теряли, чтобы не было. Ашем всегда с нами. Мы должны знать, где бы евре не находился бы. То, что от Него ожидается, довериться на Него. Довериться на Него, Творец мне даже знает. И верить в то, что Ашем слушает все наши молитвы. Все наши шаги, которые мы делаем, для Него. Здравствуйте, чтобы Творец был всегда с нами. И чтобы Творец всегда усиливал нас в вере и в уповании. Аминь. Это такие же шаги, правда, что мы береме розыком. И эту зону. Спасибо за субтитры.